Новое видео выходит каждый день в 20.00 В последнее время на GTA Samp YouTube участились случаи взлома аккаунтов самперов. Насколько я помню, открыл эту эстафету никто иной, как Цезар Крипсет. И он в один голос кричал, что «Ой, у меня взломали канал! Ой, что ж теперь делать-то? Как же мне быть?» У меня там было много всего, много всякой информации, много всяких данных, много моих видеороликов. Что ж теперь мне можно со всем этим поделать? После этого был Нефи. Ну и он еще больше кричал, что «Ой, у меня взломали канал! Что же мне делать? Первый канал удалил YouTube, второй взломали. А что делать с этим? Я уж даже не знаю. Наверное, буду стараться восстанавливать аудиторию». И теперь взломали баггера Такерса. Так вот, что в случае с Цезар Крипсетом или Царем Крипсетом, называйте как хотите, что в случае с Нефи, я более чем уверен, но это как бы читается, это вполне логично, я более чем уверен, что они продали свои каналы. Расскажу почему. Потому что, понимаете ли, когда ты продаешь канал, все происходит по одному и тому же сценарию. У тебя оставляют твои ролики, у тебя меняют название канала на маленькие буквы и делают еще кое-какие действия. После чего начинают перенастраивать там как-то монетизацию, все это делают на какие-то азиатские страны, на еще на что-то. И начинают заливать разнообразнейший азиатский там или бурятский, или еще какой-то контент, смотря на какую страну монетизации нацелен вот этот вот весь заработок и все прочее. Я до конца таки не понимаю, как действует все это, и зачем люди покупают аккаунты с монетизацией, для чего они все это делают, мне вот все вот это вот абсолютно, вы знаете, непонятно. Однако ладно, однако ладно, мы разобрались, что происходит при продаже твоего канала. То есть все ролики остаются, просто поверх них начинает заливаться полный шлаг, который только в редких, в эпизодических случаях, если там как-то по тегам, по еще чему-то зайдет, эти ролики вот эти вот новые какие-то азиатские, там вот эти вот японские и все остальные, они набирают просмотры более-менее, и с монетизацией там идет какой-никакой доход. Именно для этого покупаются эти самые каналы за очень большие деньги, и некоторые ютуберы даже продают эти самые аккаунты. Если некоторые люди в открытую говорят, что продали каналы, хотят далее заниматься каким-то бизнесом, абсолютно не связанным с ютубом, с гта-сампом, со всем вот этим вот прочим, то некоторые говорят, что их взломали, как, допустим, Цезар Крепсет или Нефи. То есть у Цезаря Крепсета вообще непонятно, какая версия была, а если кто не знает, напомню, что было с Нефи. Он говорит, что зашел на какой-то немецкий сайт скачать модификацию какую-то. Непонятно, какая модификация, непонятно, зачем она им понадобилась, непонятно, что и как произошло. Он просто сказал, что он ввел свои данные от Google Аккаунта, а именно ввел, не вошел через какой-то IPI, а вот именно ввел. Ну, прости меня. Если ты малолетний дебил, и ты вводишь данные от своего YouTube Аккаунта или Google Аккаунта, куда не надо, на каких-то непроверенных сайтах, то виноват ты и только ты. Ну, разумеется, это все обман, никакой долбоеб даже такой, как Нефи или как Царь Крепсет, не будет вводить данные своего Google Аккаунта на каких-то сторонних непроверенных сайтах, ни через YouTube-овский IPI, ни через что. Это нужно быть конченным ебанатом, чтобы такую хуйню, чтобы вы понимали, делать. Однако, что же произошло с Байкером Такерсом? Канал взломали. Поначалу скрыли большое количество видеороликов, потом некоторые видеоролики открыли, и вот пошло-поехало все как-то вот так вот. После этого восстановили ролики двухгодичной давности, трехгодичной давности, там по ситуации с Ферамиром какие-то, самповские ролики, что-то прочее, и многое другое, перезалили какой-то стрим, где Байкер Такерс разбирался с Ферамиром, и вот со всей этой мишурой, и вот что-то наподобие этого там было. Все остальные ролики напрочь стерты, то есть просто 24 миллиона просмотров ютубовских улетели в никуда. Стал бы взломщик, который рассчитывает на доход с этого канала, такое делать? Нет, ни в коем случае. Или покупатель аккаунт стал бы такое делать? Ну вот просто вот так вот брать, там удалять аккаунт, удалять видеоролики, или скрывать видеоролики. Ведь это колоссальная прибыль, тем более, что монетизация перенастроена, и там показывается таргетированная реклама по геоположению людей. Допустим, если вы смотрите ютуб в России, вам показывается российская реклама. Если там в какой-нибудь Японии, вам показывается японская реклама. И, чтобы вы понимали, то есть российская реклама это вот самая маленькая доходность вот с этой вот самой российской рекламы, потому что рекламодатели у нас вот такие, рекламодатели выстраивают ценовую политику, а уж никак не ютуб. Все зависит там от активности аудитории, а так как у нас большая часть населения России смотрит ютуб с адблоком, к сожалению, большая часть коммерческих просмотров, минут просмотра, она теряется. Вследствие этого у нас в России и в странах СНГ самая вот маленькая оплата за рекламный клик, за рекламный просмотр. Допустим, за где-то тысячу коммерческих просмотров мы, как какие-то ютуберы, получаем около 10-20, возможно, 50 центов в лучшем случае. За миллион просмотров мы получаем около 10 тысяч рублей. В лучшем случае иногда там 4-5, а можем и вообще ничего не получить, если ролик будет демонетизирован, а это очень часто случается. Или если там желтый значок доллара, тоже заработок очень сильно режется, либо его вообще не бывает. Однако, ну вот, происходит это как-то так. Поэтому мне больше верится в то, что баггер-атакерсов взломали, чем, ну, чем, блядь, то, что он продал канал. Зачем продавать 200-тысячный канал? Сколько вообще могли предложить за канал 200 тысяч? То есть, если приравниваться к курсу, то, что 3 рубля за одного подписчика, я сейчас даже посмотрю, сколько могли предложить за вот такой подобный канал, чтобы вы, ну, плюс-минус понимали вообще, сколько это все стоит. Берем 200 тысяч, умножаем на 3, у нас получается 600 тысяч рублей за вот такой вот канал. Конечно же, цена может очень сильно разниться, может доходить до миллиона, в зависимости от того, какие просмотры там в среднем на роликах. И вот так вот. Поэтому в случае с баггером-атакерсом тут я более склоняюсь к тому, что вот у него взломали канал, чем он вот его продал. То есть, у царя Крепсета и у Нефи были вот даже мотивы продать вот их самый канал. Потому что, ну, просмотров как-то мало, подписчиков тоже не ахти, репутация, ну, такая, знаете, какая-то очень смешанная. И поэтому продать канал, как бы тут будет неплохим выходом. Потому что, ну, где-то вот мне, чтобы вы понимали, за мои 7 тысяч подписчиков на основном канале предлагали как от 15 тысяч рублей, так и цена доходила до 40 тысяч рублей. Все это предлагали люди с разных аккаунтов. Вконтакте имеется в виду, разумеется. И вот до сих пор продолжают приходить какие-то предложения, мол, давай я куплю твой канал, там 23 тысячи рублей, там где-то 32 тысячи. То есть, постоянно там вот такие вот разнообразные предложения поступают. И в случае, если с каналом все будет плохо, разумеется, я его продал. Основной канал. Второй канал, я думаю, что продавать ни в коем случае никогда не буду. Но опять же, никогда не говори, никогда как. Вот есть такая татуировка, знаете ли, у Егора Крида, или у Джастина Бибера есть, по-моему, такой альбом, или тур, или что-то наподобие. Ладно, в общем, неважно. Мы достаточно сильно отвлеклись. Давайте поговорим вообще про возможность взлома царя Крипсета, или там Нефи, или баггера Такерса. Вообще, как работает система защиты на Ютубе? Дело в том, что пока ты не привяжешь свой номер телефона, при помощи которого ты входишь в аккаунт Ютуба, в случае, если у тебя меняется подсеть, вот чисто IP, вот подсеть IP-шника у тебя меняется, и уже нужно входить при помощи телефона. То есть, просто для того, чтобы заливать ролики длиннее 15 минут, для того, чтобы в будущем подключить монетизацию, нужно вот уже для этого подтвердить свой номер телефона. Однако, не просто вот так это все делается, потому что, ну, в самом деле, это достаточно большая степень защиты, вот после всего этого появляется. Но это еще не все. Разумеется, что у многих креаторов, так как они очень волнуются за свое детище, за то, что они там выпускают, за вот весь вот этот вот свой контент, они привязывают еще и Google Аутентификатор, и еще дополнительные почты. Поэтому, чтобы войти в аккаунт на Ютубе, иногда приходится вводить где-то 2-3 кода из разных приложений, из разных почт. И даже если ты взломаешь, допустим, все почты, все аккаунты на компьютере, не факт, что ты взломаешь Google Аутентификатор на телефоне. Взломать его, в принципе, невозможно, потому что там нету никакого аккаунта, как бы все привязано вот к какому-то приложению. То есть даже в облаке не хранятся эти ключи, чтобы вы понимали. То есть никакого аккаунта нет, ты просто вот скачиваешь Google Аутентификатор, привязываешь туда все свои пароли, если тебе это так важно, так нужно, и вот после этого ты можешь что-то делать. То есть если ты удаляешь приложение, все твои коды соответственно удаляются и нигде в облаке они не хранятся. Поэтому взлом в данном случае исключен. И каким образом, какие нужно разрешения на каком-то стороннем сайте дать, чтобы тебя взломали, я не понимаю. Даже вот если я вам сейчас скажу логин и пароль от своего YouTube-канала, вы в принципе не сможете его взломать. Разумеется, да, вы войдете, но вас попросят ввести там, допустим, код, высланный на адрес электронной почты, или попросят меня достать телефон и ввести код подтверждения. Разумеется, вы такой информации не обладаете и войти в аккаунт на YouTube вы в принципе не сможете. Поэтому взлом в принципе невозможен на YouTube. Поэтому я не знаю, как могут многих людей взламывать. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok